Всем привет, друзья! С вами я, Пит. И сегодня мы с вами поговорим о пяти пропажах 411 в Вермонте. В основном, как вы знаете, все эти случаи происходят в национальных парках Северной Америки. И сегодня я решил вам рассказать конкретно о тех случаях, которые происходили в одном месте. Всю информацию я взял из книг Дэвида Полайдеса, поэтому я буду читать от первого лица. Так что, ребят, наливайте чаечек, доставайте там печеньки, сладости, усаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Итак, действие происходит на северо-востоке США, в Вермонте. За все годы я ни разу не сталкивался с такими кучными делами, которые объединяются в одном месте, в Вермонте. Многие инциденты произошли в окрестностях горы Глан-Стенбери. Я наклонился на упоминание, что местные жители считают это место запретным. Куда лишний раз лучше ходить не стоит. Но я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok при довольно загадочных обстоятельствах. 4 ноября газета Левисон Ньюс Делли описала находку следующими словами. Тело Бишопа было найдено на краю заброшенной лесной дороги рядом с детским летним лагерем генерального прокурора Джона Саржента. Рядом с телом на снегу были обнаружены следы борьбы, довольно неприглядные, начинавшиеся в 60 шагах от трупа. Винтовка, перчатки и пальто Бишопа были разбросаны по округе. Помимо этого, статья отмечалась. По словам генерального прокурора, он был озадачен отсутствием пятен крови на снегу. Предварительная экспертиза не обнаружила ран на теле Бишопа. Тело Альфреда отправили на вскрытие. 6 ноября в Бриджефорта Телеграм опубликовали статью с описанием вскрытия. Приведенное сегодня вскрытие Альфреда Бишопа из Фелчфеля не смогло развеять тайну смерти молодого человека на охоте. Внешних следов насилия не обнаружено. Далее в той же статье описание участка. На значительной площади снег был вытоптан, свидетельствуя о жестокой борьбе. В 50 километрах к юго-востоку от Ридинга в Таунсенде, в таком же отдаленном месте, произошла смерть при похожих обстоятельствах. Но это история о нашем следующем пропавшем без вести. Западный Таунсенд находится примерно в 15 километрах с северо-востоку от Беннигтона. Это сельская глубинка, окруженная сельскими лесами. Город находится в восточной части горы Гланстенбери, того самого места, где пропала Паула Вельден. 23 ноября 1943 года Карл Херик вместе с братом Генри отправились охотиться на оленей в западный Таунсенд. В какой-то момент они разделились и Карл не вернулся в лагерь. Генри немедленно опиустил полицию. К несчастью для искавших Карла первую ночь после его пропажи выпал снег. Поиск Карла продолжался больше трех суток, но, к сожалению, все поиски были безрезультатными. Но вечером третьего дня Генри нашел Карла на горе. Он неподвижно лежал на земле. Генри подошел к брату и обнаружил, что у него черное лицо, а также небольшие царапины на руках. Предположительно, следы огромного медведя, который якобы находился в окрестностях. Винтовка Карла нашлась в 20 метрах от его тела. Винтовка была около дерева, а рядом с ней лежала израсходованная гильза. 27 ноября 1943 года в Данкирк Эвенинг Ампсервер опубликовали следующее. Исполняющий обязанности Корнера Карлос Отис установил, что причиной смерти Херрика стала асфиксия впоследствии сильного охвата медведя. В ходе краткосрочной борьбы Херрику были нанесены порезы. У жертвы было пробито легкое. После тысячи исследований и бесчисленных документов о смерти, я никогда не видел, чтобы медведь удушил взрослого. В некоторых статьях выносилось предположение о следующем сценарии. Карл пострелил медведя, прислонил ружье к дереву, подошел к медведю и понял, что медведь жив. Однако каждый охотник приучен к тому, чтобы держать палец на мушке, дабы в дальнейшем не дать добыче уйти. И мне сложно поверить в то, что Карл оставил свое ружье у дерева и отошел от него на 20 метров. Ведь Генри сказал, что они охотились за оленем, а не за медведем. И даже если бы Карл охотился на медведя, то есть очень маленькая доля вероятности того, чтобы он мог подойти даже к умирающему медведю. Он бы выстрелил в него на расстоянии несколько раз для того, чтобы убедиться, что он мертв. И все-таки если медведь напал на Карла, то я очень сомневаюсь в том, что он бы оставил винтовку около дерева. Также сложно поверить в то, что медведь в принципе мог подойти к человеку и его задушить. В этом регионе США вообще обитают черные медведи, которые обычно не превышают, ну которые в общем не особо большие. Обычно когда медведь хватает человека, он его рвет когтями и кусает. И в моих источниках я не нашел ни одного упоминания о том, что были какие-то глубокие раны и порезы. Были только там небольшие царапины какие-то. Корнер заявил о колотой ранее легкого Карла и вследствие о переломе ребер. Но для подобного нужна значительная сила. Я не верю, что черный медведь, обитающий в Северной Америке, способен нанести подобные повреждения, при этом не нанеся явных ранений, указывающих на медведя. Почти всю свою жизнь Миди Рис прожил в окрестностях Беннингтона. Ему очень нравилось проводить время на природе и практически каждую минуту он пытался посвятить рыболовству или охоте. Миди был из всех везунчиков, которые совмещали работу с хобби. Работал Миди проводником. 12 ноября 1945 года Миди повел группу четырех охотников на гору Гландстенбери. Они провели там день и уже возвращались. Миди ходил этой дорогой тысячи раз. Он знал гору, как вы, собственную ладонь. Когда они возвращались, он немножко поторопился и зашел чуть вперед, отчего не дошел до машин почему-то. В ходе поисков был отслежен весь путь группы. Единственным предметом, найденным в результате поисков, была пуля у ручья, вдоль которого прошла группа Миди. На эту находку газеты ответили следующим образом. Миди наклонился наполнить флягу, из-за чего у него из кармана выпала пуля. Спасатели так и не нашли ни Миди, ни его припасов, ни его винтовки, ни пальто, ни шапки, вообще ничего. Миди был тем человеком, который в этой местности никогда бы не потерялся. И то, что спасатели не смогли найти его тело, говорит только о том, что его тело, скорее всего, куда-то перенесли. Потому что другого объяснения я здесь не вижу. А пуля у ручья могла иметь другое объяснение. Например, Миди у ручья мог заметить что-то угрожающее его жизни. И он попытался зародить ружье, но что-то ему помешало, видимо. Нэнси и Пауль Джепсон были учителями из Кеннептаде, Нью-Йорк, которые решили пожить деревенской семейной жизнью. Пауль устроился на работу сборщиком налогов в Шесбери. Там же они купили и ранчо. У четырех Джепсонов было двое детей. Нэнси 7 лет и Пауль 8 лет. Энергичное семейство Джепсонов имело разносторонние финансовые увлечения. Пока Пауль заботился о сборе налогов и ферме, Нэнси отвечала за 65 свиней, которые находились у Бенетонского отвала. Каждый день Нэнси отправлялась на отвал и перегоняла свиней на новое место. Отвал находился у основания гор Бальт. 12 октября 1950 года в 15.30 Нэнси вместе с сыном Паулем поехала на грузовике на отвал. Она припарковала грузовик рядом с лесом, который примыкал к равнине и начала перегонять свиней. Обычно это занимало около 30 минут. По возвращению в грузовик Нэнси обнаружила пропажу Пауля. Нэнси побежала в лес, зовя Пауля, затем в сторону равнины, обыскала овраг. Мальчик словно сквозь землю провалился. По ближайшему телефону она связалась с мужем, который позвонил шерифу. После двух часов на место прибыли помощники шерифа и лесничие, после чего начался поиск. Пауль Джепсон предполагал, что его сын отправился в лес, поскольку его туда очень тянуло. Была еще вероятность оползня, который мог бы засыпать мальчика землей. В действительности такое хоть и было возможно, но все же этого не случилось. Шериф привел собаку, попытавшись обнаружить следы мальчика. Пес вроде бы вначале взял след, но дойдя до следующей дороги, она его потеряла. Были также опрошены жители окрестных домов, однако никто из них не видел мальчика. 16 октября 1950 года Норс Адамс Транскрипт опубликовал статью, в которой был следующий параграф. Сегодня шериф Миллоуни сказал, что пока он отбросил теории об обмане мальчика людьми. Поиск продолжился и был привлечен в вертолет береговой охраны. Но тем не менее поиски успехом не увенчались. Почти две недели профессионалы и добровольцы искали Паули Джонсона, но в итоге ничего и не нашли. Исчезновение Фриды Лангер произошло через 60 дней после исчезновения Паули Джепсона. Они исчезли в одном регионе, разделенные дистанцией в полтора километра. Паули исчез у основания гор Бальд. Алиса нашлась на старой дороге для лесовозов между хвойным лесом и горами Бальд. Детективы не могли упустить сходство в географии по времени. Дела Бейкера, Вэльден, Джепсона и Лангера схожи в месте исчезновения, в лесу. Все они потерялись не на городской прогулке. Пауль Джепсон был убежден, что его сын забрел в лес. Зная о многих детях, исчезнувших в лесах северных штатов, мне что-то подсказывает, что жизненный путь Пауля оборвался где-то на вершины гор Бальд. Мистер и мисс Лангер выехали из своего места жительства в Северном Адамсе в охотничью хижину в Соммерсенте, которая находится в 6 километрах от Беннингтона. Макс и Фрида привели Герберта Эшера кузена поохотиться. Они прибыли в хижину и распаковали свои пожитки. Этот регион был хорошо знаком Лангерам. Они арендовывали эту хижину на протяжении 14 лет. 28 октября 1950 года Макса разбудила сильная боль в колене, после чего он попросил Фриду и Герберта отправиться на охоту без него. Фрида и Герберт поздно вышли из лагеря и провели на ногах почти целый час. Вероятно, из-за этого Фрида споткнулась и упала в маленькую речушку, полностью промокнув до нитки. Она сказала мужу, что скорее всего просудится, и что она хочет поскорее вернуться в лагерь, чтобы сменить одежду. Несколько минут они шли в сторону своего лагеря, однако в какой-то момент решили разделиться, встретиться в лагере примерно к 15.50. Статья в Lovell Sun, датируемая 28 октября 1950 годом, утверждала В последний раз, когда видели Фриду, она была в мокрой одежде, промоченной после падения в ручей. Она также находилась в лесу на расстоянии примерно 130 метров от хижины, которой ее муж владел на протяжении 14 лет. В 16.45 Герберт вернулся в лагерь, но на условленном месте Фриды все еще не было. К этому времени Герберт и Макс решили совместно отправиться на поиски Фриды. Мужчины встревожились, поскольку Фрида прекрасно знала регион. Они и подумать не могли, что она вообще может потеряться. За первую ночь мужчины не нашли Фриду. Они заручились поддержкой лесничих и полиции. Но за неделю Фриду так и не обнаружили, после чего они решили завершить поиски. До 24 мая 1951 года не было никаких зацепок по делу Лангер. Джеймс Рендон и Герман Линкольн рыбачили в 4,5 километрах от лагеря Герберта. Когда исчезла Фрида, весь этот район был тщательно обыскан. Мужчины засекли что-то в высоких зарослях у заболоченного участка рядом с плотиной. Они пресекли болотистый участок с камышами и увидели тело, которое было трупом Фрида Лангер. В докладе Корнера указывалось, что причиной смерти стал несчастный случай при плавании. В деле Фрида меня больше шокировало полное отсутствие следствия о причине смерти. Ведь женщина была в радиусе 200 метров от хижины, которой она владела около 14 лет. И в таких условиях она просто не могла потеряться. Потому что она знала куда идет, и я думаю, что с ней случилось что-то нехорошее. Ключевая особенность в данном случае, как и во множестве других освещенных в этой книге, это расположение тела. Фриду нашли в заболоченном участке, в густых зарослях. Такое описание в принципе схоже со многими другими местами, где обнаруживают тела. Мне как-то сложно поверить, что люди осознанно ищут болота, чтобы в них утпиться. Это полная бессмыслица. Фрида знала этот регион настолько же хорошо, как и Коли Керри из северной Миннесоты. На момент своего исчезновения Керри нашли почти в тех же условиях, что и Фриду. Густые болотные заросли подходят как нельзя лучше, чтобы укрыться от чужих глаз и ушей. Итак, друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях свои версии, что же происходило с пропавшими людьми, о которых я сегодня вам рассказывал. Также пишите, о чем еще вам рассказать в видео или какие видео можно снять в принципе. Ну а с вами был Пит, всем пока и до новых скорых встреч, друзья. Пока!